Здравствуйте! В эфире программа «Время спорта» в студии Лада Дзукаева. В нашей республике все чаще появляются новые виды спорта. Один из них совсем молодая дисциплина – бразильская джиу-джитсу. Чем же отличается бразильская от традиционного джиу-джитсу, узнаем сегодня у наших гостей в нашей студии. Сразу два тренера по бразильскому джиу-джитсу – это Сослан Аликов и Сократ Мусаев. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Сослан, начнем с вас. С вами мы немножко больше знакомы. Расскажите нам, пожалуйста, об этом новом виде спорта именно для нашей республики, так как на мировом масштабе уже мы знаем этот вид спорта, а вот в нашей республике он появился относительно недавно. Ну, начнем с того, что в нашей республике уже на протяжении порядка трех лет многие знают о том, что такое бразильское джиу-джитсу, не понаслышке. То есть до этого все знали из каких-то иных источников, а непосредственно у нас практиковать стали уже, наверное, года три назад. До этого очень широко было распространено традиционное джиу-джитсу японское. Разница в чем бразильское джиу-джитсу от традиционного отличается тем, что традиционное джиу-джитсу является полноконтактным видом единоборства, то есть с обилием ударных техник, тогда как в бразильском джиу-джитсу удары отсутствуют полностью. Ну, прежде чем вы расскажете нам более подробно об этом, мы сняли сюжет, давайте его вместе с вами посмотрим. Также ребята выезжали на тайские боксеры на СКФО в город Сочи, мы про них тоже сняли сюжет. Давайте вместе с вами посмотрим и узнаем, что же такое бразильское джиу-джитс. Будьте добры, сюжет, уважаемые режиссеры, на экран. В начале февраля состоялись чемпионат и первенство Северокавказского федерального округа по тайскому боксу в городе Сочи. Сборная Северной Осетии под руководством главного тренера Вердита Риева завоевала 7 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей. Команда 30 медалей у нас. И из них первые места ребята одержали. Это Тулаев, Цалагов, Лысоконь, Константин Ханикаев, Казбек, Саламов. Ряд ребят, которые одержали первые места. Когда Даша, девочка, у нас заняла первое место. И выступили ребята очень хорошо. Действительно, у нас команда, можно сказать, этот раз выступила очень удачно. И ребята отобрались на чемпионат России. И теперь мы будем готовиться все команды. Первые, вторые номера будут готовиться на чемпионат России. Тайские боксеры регулярно привозят награды с различных турниров. Первенство Северокавказского федерального округа позволило спортсменам отобраться на чемпионат России, который пройдет в конце марта. Я первый раз там участвовал, никогда не выступал на таком уровне. Был очень сильный уровень. И я стал первым, первое место занял. И первый раз участвовал на таком турнире сильном. И там собирались все одни из самых сильных бойцов Северокавказского федерального округа. Подготовка проходила утром и вечером, две тренировки в день. И тренер настраивал нас на победы и говорил, будет тяжело и надо готовиться. И мы тренировались и готовились ущердно в день по два раза. Спасибо нашему тарифу Вере Кенчу за ущердный его труд. То, что он всегда нас готовит и всегда рядом с нами. Спасибо ему большое. Для меня прошли срывания сложные, подготовка на Россию, отбор на Россию идет. И мы готовились, две тренировки в день тоже были, тренировались мы. Финальный мой поединок прошел с дагестанцем. Я одержал в нем победу. На каждые соревнования боксеры готовятся усиленно. И несмотря на то, что совсем мало времени между чемпионатом Северокавказского федерального округа и чемпионатом России, заряженные спортсмены выйти на ринг уже сегодня. Мы тренировались месяц, каждый день, два раза в день. И подготовились отлично. Семь золотых медалей на ЮФО из 35 человек – это очень хороший результат. В финале человек 10 проиграли, но они прошли долгий путь. По два-три боя каждый до финала, чтобы дойти. Я выиграл два боя двух мастеров спорта. Первый бой по очкам, а второй во втором раунде закончился. Мы на СКФО тренировались два раза в день. И на Россию будем тренироваться два раза в день. Это, считай, продолжение подготовки. У нас уже началась подготовка. Осталось чуть меньше месяца. И у нас уже идет подготовка в новом зале. Мы где-то в современные условия. И подготовка будет хорошая. Ждем только победы от турнира. Для тайских боксеров открылся новый комфортный зал, который сможет разместить в себе всех желающих заниматься. Официального открытия еще не было. Но в этом зале созданы все условия для развития будущих чемпионов, поделился Верди Акимович. В новом зале мы начали первые наши тренировки сегодняшние. Это в новом зале. Официального открытия не было. Но это чуть час в нижней у нас там кроссфитовая зона. Все подготовится. И мы начнем открытие, сделаем. А так, в новом зале первой тренировки, конечно, здесь условия намного. Здесь все уже как нам надо. Мы под себя здесь все построили. Сами своими руками ребята все помогали и сделали. Конечно, здесь уже душа радуется. Хочется только тренироваться. На вопрос, помогут ли новые стены ребятам привезти с турнира золотые медали, Верди Акимович ответил отрицательно. Ведь дело не в стенах, а в трудолюбии и упорстве самих тайбоксеров. Совсем недавно в нашей республике появился новый вид спорта, именуемый как бразильское джиу-джитсу. Боевое искусство, основой которого является борьба в партере, а также болевые и удушающие приемы. Историю возникновения рассказал нам тренер Сослан Аликов. История возникновения данного недоборства уходит далеко, прям в начало 20-го столетия. Один из японских мигрантов, мигрировав в Бразилию, привез в своем лице школу джиу-джитсу и начал его там популяризировать. Впоследствии передав данную школу уже в руки непосредственно основателей бразильского джиу-джитсу, которые его модернизировали. Это братья Грейси. Они модернизировали его следующим образом. Изначально джиу-джитсу, основной раздел джиу-джитсу, традиционный, так его назовем, это полноконтактный рукопашный бой с обилием ударных техник. Бразильское джиу-джитсу подразумевает под собой болевое, либо удушающее воздействие на соперника, чем необходимо заставить соперника сдаться. Мы всеми силами, которыми обладаем, стараемся популяризировать, расширять. В республике данный вид спорта периодически появлялся. Почему? Потому что многие из наших бойцов повышали квалификацию за границей. Я имею в виду профбойцов, бойцов смешанных единоборств. С тех пор, как у нас стали появляться бойцы смешанных единоборств. И какие-то кусочки привозили в Осетию. Впоследствии привлекались инструктора различные, те же самые бразильцы. Привлекались инструктора из Москвы, которые раньше проходили ту же подготовку в Бразилии, либо у бразильцев. И тем самым спрут расползался. Бразильское джиу-джитсу кардинально отличается от традиционного всем знакомого джиу-джитсу. Будучи выходцем из школы традиционного джиу-джитсу, я коричневый пояс по традиционному джиу-джитсу. Достаточно много времени отдал этому виду единоборства. Он, опять же, повторюсь, это полноконтактный рукопашный бой и ударных техник огромной обилии. То есть ты можешь... Если брать боевое джиу-джитсу, то это, так скажем, прям набор ударных техник, впоследствии переходящий уже в горизонтальное положение, в партер, в борьбу на земле. Есть отдельный раздел джиу-джитсу, традиционного джиу-джитсу, он называется Ниваза, борьба в партере. Также есть файтинг, где либо дерутся, либо борются. Также можно и бороться, и драться одновременно. Здесь же мы только боремся, мы никого не бьем. Крови практически не бывает, ну, по желанию в основном. Сегодня в секции бразильского джиу-джитсу занимается не так много спортсменов. По словам Эрика Суджаева, в свои 30 бразильское джиу-джитсу позволяет ему поддерживать свое тело в физической форме. Я занимаюсь месяца 4-5. Что сказать, мне очень нравится. Отличная штука для поддержания формы. Вообще какие-то базовые такие технические действия. Очень прикольно, очень тонизирующе. Я и занимался обычным джиу-джитсу тоже. Просто, как я и говорил, уже возраст 30 лет, и не особо хочется по голове получать руками, ногами. Поэтому здесь более безопасно, но в то же время технически даже может быть арсенал поярче, пошире. Школа бразильского джиу-джитсу набирает популярность и в нашей республике. По словам тренеров, есть идеи провести совсем скоро чемпионат или показательное выступление, чтобы ознакомить жителей республики с данным видом спорта. Эллада Дзукаева, Зимфира Дзасохова, Шута Гоглоев. Время спорта. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон, по которому вы можете дозвониться и задать свой вопрос, 54-26-73. Также у нас есть прямые трансляции в социальных сетях, таких как Инстаграм и Фейсбук. Сократ, пришло время познакомить зрителей с вами. Вы тоже являетесь тренером. Расскажите нам, пожалуйста, вот на тренировках, что относится к вам? Ну, процесс тренировки проходит следующим образом. Мы с Усланом по взаимной договоренности проходим тренировку, проводим, например, разминку могу провести я, следующую часть тренировки, основную часть тренировки, отработку, отработку техники, борьбу по заданию. Можешь проводить уже с Усланом. Или наоборот, то есть непринципиально. Таких конкретных нет обязанностей на тренировке у Услана или у меня. То есть уже как тренировка идет, опять повторюсь, по взаимной договоренности мы начинаем тренировку проводить и заканчиваем так же. Насколько я правильно поняла, у вас у обоих базовым является традиционное джиу-джитсу, правильно? Без него просто невозможно бразильское джиу-джитсу? Или можно овладеть только одним из этих видов? Не совсем. Я, будучи базовым вольником изначально, я в детстве, в возрасте 6 лет начал заниматься. В Бесландской, в США, занимался до 18 лет. И джиу-джитсу начал заниматься только после этого. Потому что база нужна в любом случае. Сюда, в единоборство, в наше конкретное. Прийти просто так с нуля и сразу в омут с головой, это крайне травмоопасно. Поэтому база должна быть. Любая. Чаще бывает то, что и приходят уже с базы какой-нибудь, или джиу-джитсу, или вольное. Так как джиу-джитсу в Молдове спорта, достаточно так его все чуть-чуть узнают. Кто-то приходит с базой джиу-джиу-джиу, как и я, например. Собственно, да, в Сократ-джиу-джиу-джиу-джиу-джиу. Я с детства занимаюсь джиу-джиу, согласно, наверное, седьмого, восьмого. И вот так вот, кто-то приходит с вольной борьбой, кто-то джиу-джиу-джиу, кто-то самбо. Сократ, Суслан, обязательно продолжим. У нас есть первый дозвонившийся, давайте его выслушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь и задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Добрый, мы вас слушаем. Меня зовут Суслан. Очень приятно. Я хочу задать Суслану Айкову вопрос. И Сократу, какие чемпионаты проводятся в хоразийском чужи-джиу-джиу? Это молодой вид спорта. Есть чемпионат в России, Европе, мира. Ну, естественно, это еще не олимпийский вид спорта. Я хочу задать иерархию соревнования вас. Спасибо. Да, все правильно. Это не олимпийский вид спорта. Все правильно вы говорите. Ну, чемпионаты проводятся следующим образом. Во-первых, проводятся республиканские турниры, проводится республика. Прежде может проводиться городской турнир, то есть, например, Владикавказ и так далее. Проводится республиканский турнир. Республика приезжает, города республиканские. И проводится внутри республиканский, то есть, северная сеть Алания, республика чемпионат. Да, закрытый турнир. И отсюда уже относительно, кто каким стал, кто стал чемпионом, кто стал призером. Происходит отбор следующий. СКФО на Северокавказский федеральный округ и так далее. Россия, Европа и мир. Ну, я так подозреваю нашего телезрителя. Вопрос был как раз о том, проводилось ли уже подобное что-то. Нужно понимать, что помимо бразильского джиу-джитсу, есть подгруппа определенная в данном виде недоборства. Так сказать, вытекающая из бразильского джиу-джитсу. Это спортивная борьба грэплинг. Собственно, у нас в республике действует федерация спортивной борьбы грэплинга. И регулярно, соответственно, регламенту проводятся турниры, о которых мы сейчас говорим. Это поэтапно республиканские турниры, потом турнир Северокавказского федерального округа. Впоследствии это Кубок России или Первенство России. И непосредственно уже доходит до чемпионата мира. Есть у нас ребята, наши соотечественники, земляки наши, которыми мы гордимся. Которые, представляя нашу республику, привозили одну, две, а то и три, и четыре золотые медали в одном лице. Это один человек умудрялся так делать. Мы сейчас говорим о Рустамичесе. Не только. Не только. К нашему счастью. Есть у нас, помимо него, уже достаточно немало ребят, которые представляли республику, которые соизмеримо своим силам. Кто-то побеждал, а кто-то нет. Но они есть. Вернемся все-таки к вашему тренировочному процессу. Хотелось бы узнать, на сегодняшний день, сколько ребят посещает зал и ведется ли набор. Возможно, вы ждете, ваши двери открыты, и вы ждете новых ребят. Сократ. Да, набор ведется, набор ведется всегда. То есть, мы каждому рады от мала до велика, как говорится. В данный момент у нас тренируется до 15-10 человек. Ну, пока что не так много. В дальнейшем есть такие планы, в перспективе создавать детскую группу отдельно, создавать отдельную женскую группу и группу здоровья, так сказать, от 20 и старше. В перспективе. Это люди, я так понимаю, группа здоровья, это те, кто уже не будут выступать, но могут... Да, люди, находящиеся в не совсем соревновательном возрасте. То есть, есть определенный регламент, есть человек, который не хочет светиться, не хочет выступать, он хочет просто себя поддерживать, хочет уметь за себя постоять, хочет быть в тонусе постоянно. И для них специально... Просто, если брать отдельно подготовку соревновательных спортсменов, это несколько иная нагрузка. Чтобы этого смешения не было и травмоопасности, людей приходится разделять. Очень часто родители бывают в поисках определенной секции для своего ребенка. Вот чем может привлечь бразильское джиу-джитсу? И еще такой вопрос, с какого возраста хотелось бы принимать детей? Приводить детей можно, начиная с 6 лет включительно. С этого возраста ребенка можно формировать, можно давать подготовительную базу для последующего борцовского процесса. То есть, ребенка нужно подготовить организм, скелет, чтобы минимализировать травмы. Можно с 6 лет смело начинать. Вот, кстати, Сократ сказал, я впервые слышу отдельно о женской группе, потому что практически в каждой секции женщины в перемешку с мужчинами занимаются силовыми видами спорта. Это какая-то определенная ваша такая идея или это что-то новое? Хотелось бы отдельно... Для чего бы хотелось это сделать? Чтобы с учетом того, что единоборство достаточно травмоопасное, хотелось бы минимализировать травмы, хотелось бы тренировочный процесс свести к фундаментальному. То есть, чтобы каждый получал ровно столько, сколько он может сделать. Если женщин включать в мужскую тренировку, то они будут получать столько же, сколько мужчины. Нагрузка слишком большая. Да, ни в какие ворота, на мой взгляд. Не могу не спросить. Суслан Сократ очень часто в нашей студии, вы, наверное, тоже об этом слышали, жалуются на отсутствие финансирования. Как обстоят дела в вашем виде спорта? Абсолютно точно так же. Как и везде? Да. Так как является наш вид спорта не олимпийский вид спорта, олимпийские виды спорта не все финансируются, потому что отсюда есть знакомые, которые занимаются, тренируются, тренируют по дзюдо, по вольной бре. То есть, это такие топовые, можно сказать, олимпийские виды спорта. Бывает, не всегда их спонсируют, то, что на выездах, на соревнованиях и так далее, на сборы им не всегда выделяют средства. Но мы как бы самостоятельно ищем там, тут. Ребята помогают, бывает спонсора. То есть, ну вот пока что вот так. В дальнейшем надеемся, что и грэплинг несут в олимпийскую систему, в олимпийский вид спорта. И очень надеемся на это. Достаточно популярный вид спорта грэплинг. Суслан, хотелось бы спросить у вас. Вы как-то мне говорили, что практически в нашей республике никто не преподавал бразильское джиу-джитсу. С чем это связано? И мы знаем, что, если можно так сказать, вы единственные лицензированные тренеры нашей республики. Сейчас, сейчас. С чем это связано? Это связано с отсутствием привлечения квалифицированных специалистов. Первым из них у нас в республике был Жиналду Гомес де Соуза. Это черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Он приезжал к нам в республику? Да, он жил у нас в республике на протяжении трех лет. Тренировал ребят. Очень продуктивно. Очень много детских турниров проводилось в его присутствии. Детишки там очень продуктивно работали. Мальчики, девочки. Он полномасштабно тренировал людей. Ну, впоследствии какие-то бытовые вопросы заставили его уехать. Но это не помешало ему поддерживать со всеми нами контакт. То есть я уже вернувшись, собственно, из Москвы, из своей академии бразильского джиу-джитсу, где я проходил обучение, уже открывать непосредственно свой собственный филиал в Осетию. Он в тот момент уже популяризировал широко достаточно в Осетии бразильское джиу-джитсу. Вот такое положение бразильского джиу-джитсу я, собственно, заставил. Именно из своего урока я получил сильный поиск по бразильскому джиу-джитсу. Именно из своего урока Джональда Гомеса. Он как специалист, во-первых, он очень добросовестный, очень добрый человек. Ему очень большая благодарность, что он внес вклад в развитие бразильской джиу-джитсу именно в нашей республике, в нашем городе, в Владикавказе. Обязательно продолжим. Еще один звонок от телезрителя. Здравствуйте, будьте добры, представьтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Я бы хотела уточнить. Мы слушаем. В какие дни принимаете, ну, запись ведется на тренировки и какие возрастные ограничения? Спасибо. Вот как раз родители постепенно подключаются к нашему с вами разговору. Тренировки проводятся в понедельник, среду и пятницу с 4 до 6. Можно приходить, начиная с 6-летнего возраста. Желательно приходить и смотреть, чем занимаются дети, чтобы это не со слов ребенка было, а уже родитель непосредственно сам лицезрел успехи своего чада. Ну, а если ребенок старше 6 лет, вот сколько вот такой порог? Порога нету. То есть, если человек придет в 15 лет, то можно спокойно начать заниматься? Мой вид спорта, то, что в основном борьба проходит в партере, то есть, ну, и сравнивать действия, например, с вольной борьбой, там более такая интенсивная, более пожестче борьба, чем бразильская джиу-джитсу. В бразильской джи-джиу-джитсу на самом деле люди занимаются любого возраста, начиная с детства и кончая, как Суслан говорит, старостью. Занимаются всех. Почему так происходит? Это достаточно веселый процесс. Даже многие из профессиональных спортсменов не называют это борьбой, а называют это своей игрой. То есть, это повсеместно всегда звучит практически на каждом турнире. Это моя игра. Ну, вот мы присутствовали на тренировках, и зрители видели сюжет. Вот скажите, пожалуйста, мне в какой-то момент показалось, что вообще травмоопасности никакой нет? Может, я ошибаюсь? На первый взгляд, она присутствует, потому что, несмотря на вальяжность происходящего, динамика сохраняется настолько скоростная, что возможно травму получить абсолютно того не желая. То есть, любое перемещение, любая смена позиций с учетом противодействия вашего противника, да, какого-то контроля, какой-то фиксации может привести до разрыва связок, да, перелома, это абсолютно не проблематично. Ну, в большинстве случаев травма возникает за счет присутствия болевых приемов на ноги и на руки. Бывают, попадаются ребята, борются, один выходит на болевой, ну, к примеру, один выходит на болевой, неважно, на руку, на ногу, и второй не сдается, и отсюда и идут травмы. То есть, не постучал, чуть травмировал локоть, ногу, голень, колено. Поговорим с вами о грэплинге. Это тоже достаточно сейчас набирающий популярность вид спорта. Что вы можете сказать о нем, так как это разновидность, да, бразильского джиу-джитсу? Не то, чтобы разновидность. Грэплинг возник в Саудовской Аравии. Собственно, его создали как единоборство, имеющее возможность большую популяризацию, потому что бразильцы, они несколько ревностны и крайне преемственны. Грэплинг, он очень быстро разросся, нашел поклонников своих. Почитателей. Сейчас практически в каждом населенном пункте мира, мне кажется, есть секция, в которой занимаются грэплингом. Абсолютно полностью схожие практически с бразильским джиу-джитсу наименование технических действий. Различаются только какие-то нюансы в правилах. Точно так же два раздела. Это борьба ги и но ги, кимоно без кимоно. Практически тот же подсчет баллов, практически те же оценки. Суслан, а вот среди ваших воспитанников есть уже те, кто представлял республику по этому виду спорта? Не то, чтобы это были наши воспитанники. Есть у нас в республике чемпионы мира, есть победители, призеры каких-то региональных турниров, непосредственно в подготовке которых мы принимали участие. Да, которые готовились непосредственно под нашим руководством, под руководством моим и Суслану. Ну вот я помню, у нас в гостях был Вадим Ханикаев, это один из тех людей, который благодарил вас активно. Мы ему за это признательны. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот если ребенок хочет заниматься не бразильским джиу-джитсу, а грэплингом, он может приходить тоже к вам, обращаться? Конечно. Конечно, в принципе, грэплинг и джиу-джитсу принципиальной разницы нету. Просто джиу-джитсу, как Суслан сказал ранее, это подсчет баллов тот же. Просто различие – это форма. Это по грэплингу, это шортики, маечка, грубо говоря. А джиу-джитсу – это кимоно, куртка и штаны, и пояс. Такой разницы там нету. Я чуть раньше говорил о преемственности. Почему бразильцы ревностно относились всегда к своему виду единоборства? Потому что изначально не предусматривалось раздела борьбы без кимоно. Они работали только в кимоно всегда. Но тут необходимо было какое-то новшество. И к грэплингу относились достаточно ревностно. Потому что приходилось снимать куртку, как-то переучиваться, получать какие-то новые навыки. Не все к этому пришли до сих пор даже. Есть люди, которые опровергают существование грэплинга, но это невозможно. Потому что он есть, он набирает обороты и будет набирать. Даже на всех официальных соревнованиях, начиная от СКФО, кончая чемпионатов мира, в первый день проводится соревнование по грэплингу, то есть без кимоно. Второй день проводится борьба в кимоно уже, по джиу-джитсу. Еще один дозвонившийся, послушаем его. Здравствуйте, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь и задавайте свой вопрос. Добрый вечер, меня зовут Арнелла. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, Суслан Аликов, если можно, с какого возраста можно начинать, вот, девочке, женщине, заниматься бразильским джиу-джитсу? Спасибо. Спасибо за вопрос. Повторюсь, тренироваться можно начинать достаточно с раннего возраста, буквально с шести лет. Единственная загвоздка в том, что непосредственно борцовского процесса в данном возрасте практически никакого не будет, потому что ребенка планомерно нужно к подобной нагрузке, достаточно тяжелой и динамичной, достаточно травмоопасной, его нужно к этому подвести. А возрастных ограничений нету никаких. Опять же, я знаю достаточно пожилых людей, которые приходили в зал чуть ли не в шестьдесят лет и умудрялись менять пояса, умудрялись занимать призовые места на различных турнирах. Ну вот, вы сказали, где, точнее, когда вас искать, а где не сказали. Давайте для тех, кто подключился только сейчас, скажем, где, когда и во сколько. Мы тренируемся в спортзале, который находится в Доме спорта на проспекте Мира, это бойцовский клуб «Альянс», в Доме моды на третьем этаже, с четырех до шести понедельник, среду и пятницу. Можно приходить, да? Да, смело. Ну, я так подозреваю, телезрительница хотела сама бы записаться? Проблем нету никаких. Собственно, в ее лице будет и начинаться та новая женская группа, которую мы хотим собрать. Будет очень хорошо. Сослан Сократ, всегда есть кого ругать, но, наверное, есть кого и хвалить, может быть, есть кого поблагодарить. Есть же люди, которые вас поддерживают, помогают вам? Да, конечно, это всегда те люди, которые помогают нам расти над собой. В моем лице это Адаев Дауд Альбертович, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Человек, за которым я долгое время наблюдал и хотел попасть конкретно к нему, это основатель Академии Адаев Тим Чекмат Москва. Чекмат – это международная академия бразильского джиу-джитсу. Ее основали в Бразилии, основал ее черный пояс. Пятый дан Леонардо Вейера, собственно, Дауд его подопечным является. А я, собственно, являюсь подопечным Дауда Альбертовича. Очень благодарен ему за то, что обладаю теми навыками и знаниями. Очень благодарен за поощрение, за поддержку, за то, что имею возможность продвигаться по карьерной и служебной лестнице. Собственно, из его рук я получил свой первый пояс в градации поясов бразильского джиу-джитсу «Синий». Собственно, дальше больше. Спасибо большое. Мне хотелось поблагодарить своих братьев Салиха и Гаджи. Они в данный момент возглавляют федерацию грэпплинга Астраханской области. То есть они мои, можно сказать, тренера с детства. Они меня дали в дзюдо, тренировали сами. Тренировал мой тренер Виталий Хугаев. Ему тоже благодарность отдельная. И по сей день они продолжают меня тренировать с Салих и Гаджишкой. Когда надо мне, я езжу к ним. То есть перед предстоящими соревнованиями готовлюсь. Они меня готовят, тренируют. Большая им благодарность. Спасибо большое. Сократ Суслан, наше время подошло к концу. Хочу выразить вам огромную благодарность за то, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Познакомились зрителей со своим видом спорта. Спасибо вам большое. Всегда, пожалуйста. Это была программа «Время спорта». Встретимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин